Поехали дрочить карлика, ха-ха-ха, блядь, ха-ха, карлик, как мог, ха-ха, блядь, я пил каждый грёбаный день я был в дерьмо, хотя год для меня выдался достаточно продуктивным и интересным, два альбома, куча синглов, камбэк, клик-клака, коммерческие съёмки, работа на ТВ, путешествия, интересные знакомства, ну реально много денег, казалось бы, все то, о чем я даже мечтать не мог, когда начинал все это, Но что-то было не так, почему я, от чего я бегу, почему я не могу уснуть трезвым, когда я вообще последний раз... А уж ты карлик, блядь, ха-ха-ха, блядь, это максимум, ребят, громче нельзя сделать, я могу микрофон свой потише сделать немножко Кто я? Карлик! Я... А, я знаю, как вам, я знаю, как вам сделать громче, у меня же фильтры, ой, у меня же фильтры есть, сейчас, усиление, во! О, на мама, я потерялся, как кроссовка Ха-ха, блядь! В начале этого года я почти два месяца провёл за границей, и вместо того, чтобы насыщать себя... А что громче не сделалось, блядь, сейчас, ребята, сейчас, ребята, сейчас, я всё выясню, ребята, не переживайте Вы переживаете, реально, вы лохи, что ли, всё-всё ...интересными впечатлениями и дарить себе крутые яркие эмоции... Бля, она все равно тихо, нахуй, пиздец. Ну, короче, поняли. Просто пил. Только теперь я мог это делать с утра до утра. Тем более, после вчерашнего так болит голова, что без пивка жизнь нелегка, пацаны. Опять она жалость давит, блядь. Вы помните, когда он... Сука, я опять дрочу его. Ну, прости, Лидар, просто подрочить хочется, просто для контента. То есть я, ну, я говорю, я это без агрессии делаю. Просто для контента тебя дрочу. Когда ковид у него был, помните, какой ролик снимал? Я умираю, помогите, блядь. Вы не помните? Тест показывает, я умру, блядь. Никто не узнает, что я гений, пиздец, хуйню, блядь. Он так каждый год, блядь, у него как-то что-то случается. Он, я умираю, помогите, блядь. Ускорить? Хорошо. Пить с утра, потому что тебе плохо после вчерашней попойки. Вам это знакомо? Да, поэтому я не напиваюсь. Я не напиваюсь, Лидар, я не напивался три года. Я реально... Я три года в очко не был, блядь. Потому что три года назад меня такое сильно похмелье было, что я после этого вообще... Ну, я так на вечеринках чисто чуть-чуть пью, и все, блядь. Все нормально у меня. Каждый день, просто... Сука, блядь. Дрочим карлика, да. У меня болел все тело, я сходил с ума. Все мои альтер-эго объединились в одного человека и продолжали тянуть меня на дно. Помните, у меня был охри, злой, малой, там и так далее? Конечно, хуйня вот эта, да. Это все настоящее, оказывается. Только теперь это все смешалось у меня в голове. Я не сумасшедший, честно. Нет. Че смешалось? Хуевые образы, блядь, для быдлы. Было плохо целый год, но я этого не понимал. И вот в феврале возвращаешься с Дубая, где я, кстати, снял сезон подкастов, об этом мы сегодня тоже поговорим. Да, бляху, я понял, что меня надо спасать. Но никто, никто не сможет спасти меня. Придется делать это самому. Нихуя у него хата. Кто не сможет. Крутая хата, блядь, на воровал, блядь, на Ростуризме. Придется делать это самому. Крутая облика, какой тонхаус. Он оброжен пить, начать следить за своим здоровьем, научиться жить со всеми своими болячками от диабетов, СДВГ и всего-всего-всего прочего. Следить за тем, что я делаю и говорю в интернете. Короче, взять за себя ответственность. Бать, пора быть в себе 30 лет в следующем году, долбоев, а ты тратишь свое здоровье, прожигаешь свою жизнь, сжигаешь деньги, теряешь возможности. Был бы ты человек, нахуй. Твою дочью. Я стал превращаться в конченого алкаша со двора. Но только у меня есть деньги. И это очень успокаивает. Логика проста, смотрите. Я пью, прожигаю жизнь, теряю свое здоровье, но при этом я все равно достаточно продуктивен, занимаюсь любимым делом и прилично зарабатываю. Бля, какой-то несчастный. Делаю все правильно. НИХУ. Я рассказывал, как я чуть не умер от пьянки на Бали? Ты рассказывал, что у тебя диабет с 5 лет, тебе вообще пить нельзя. Вот это лучше расскажи, нахоже. Блядь, этот человек с себя ножом, он бегает, этот человек, это ребенок, который бегает с ножницами, блядь, и говорит, я сейчас умру, помогите, блядь, я же могу реально на ножницы упасть. Ты долбает, нахуя ты, блядь? Тепить нельзя вообще. Сидит дурак сам, да, свое здоровье губит, блядь, гнида, даун. Негр, блядь. Своё здоровье губит и сидит, жалуется, блядь. Помогите, я, ой, какой я несчастный. Так ты сам это делаешь, блядь, мне еще похуй. Если ты с ножницами бегаешь, специально знаешь, что ты сейчас упадешь на эти ножницы, мне-то че, мне еще похуй. Как это, по-русски? Мое собственное говно сваливалось мне на голову. Как будто я завернулся в калач и срал себе на голову. С вас 10 тысяч. Я, кстати, теперь хожу к психотерапевту. Хорош. Я решил бросить пить. Давно пора был тебе. Сколько раз я пытался договариваться с собой, спорил с друзьями на крупные суммы, что больше не пью, и всегда проигрывал. Меня не хватало даже на неделю. И я ненавидел себя за эти пустые слова. Я ненавидел себя за то, что пью, и продолжал пить. Ведь в этом состоянии я чуточку любил себя. Возвращаемся к метафоре про срать себе на лицо. Теперь понятней? Ты пьешь из-за того, потому что ты любишь себя, когда ты пьешь. Да только из-за этого. У тебя просто трава... Ага. Кольца бросите. Это последнее. Я думал, что будет сложно. Но череда изменений в моей жизни очень помогают мне. Я не пью уже месяц. Каждый день занимаюсь спортом. Хорош. Качественно сплю. Вкусно кушаю. Наконец-то, блядь, добьем. Ну, это что-то невероятное для меня. Уважуху, уважуху. Ребят, ну если человек берется за ум, да? Ну, в конце концов, знаете, что хочу подметить? Он же передо мной извинился в итоге. Причем искренне. Я вам серьезно говорю. Вот вы думаете, он там написал, да, не извини. Это так в прикол. Он реально. Он мне написал еще в личку, на которую я просто не ответил. Но он мне написал в личку, да, прости, я себя вел как долбоеб. Он извинился. Передо мной извинился за все свои косяки, взялся за ум, перестал пить. Я за это могу только выразить уважение. Я вам серьезно говорю. Я понимаю, что звучит странно, но поверьте, месяц для зависимого человека это маленькая, но в то же время большая победа. Потому что я, правда, как пел в одной из своих последних крайних песен, не помню себя трезвым. Я больше не ругаю себя, а наоборот поддерживаю и хвалю там, где ножны. Карлик молодец, да, блядь. Я не знаю, что это делать. Это правда очень сильно помогает. Я стараюсь заниматься чем-то новым постоянно, чтобы формировать новые нейронные связи. Ебаный урон мне. Мозгом работал мне. Сейчас я... Артист. Тебя счастливее и свободнее, чем... Это яйца нормального человека просто, поняли? Это яичко. Вот это... Вы спрашиваете, что это за хуя, что за яйца стоят? Это, ну, обычное яичко куриное, короче, не человеческое уж пошутил. Это обычное куриное яичко, просто он на фоне него выглядит, поняли? По мозгу работал мне. Сейчас я чувствую себя счастливее и свободнее, чем когда-либо. Ведь прекрасно понимаю, что все, что происходит в моей жизни, зависит только... Я подчеркиваю, только от меня. А раз то, что происходит со мной, это мой выбор, то почему бы не выбрать счастливую и долгую жизнь? Какая очевидная мысль. Еще был интересный инсайт. Я достаточно долго холост и думал, что просто не могу найти достойную девушку. А на деле оказалось, что... Я бледун, короче, с которым с такими же долбоебками общается и в них же и разочаровывается. Версия меня... Потому что женщины... В его кругах нормальной женщины не крутятся. Ну, не, исключение есть всегда, конечно же. То есть я не всех женщин оскорблю, там большинство долбоебоков же. Девушки мечты. Кому нужен пьющий маленький диабетик? Богатый. Пишите в комментариях. Сейчас в моей жизни новый этап. Не знаю, как объяснить это словами, но каждый из вас испытывал это на уровне чувств. Вот когда ты понимаешь, что вот она обновленная версия меня. Меня сбросили до заводских настроек, перепрошили и вот оно. Или та глава закончилась, это началось. Это всегда очень ярко и приятно чувствуется. Никому пишет. Жизнь всегда происходит так, что перед этим... Реально никому карлик не нужен, бля, диабетик. ...происходит какой-то... Мне нужен пиздец. Если Эльдар умрет, не дай бог. Я буду грустить, пиздец. Кого я дрочить-то буду, бля, жалко вообще. И вот... Не-не-не, Эльдарчик, здоровья, реально. Живи как можно до... Переживи меня, я тебя прошу. Сказать, оттолкнуться одна, чтобы полететь космос. И вот сейчас, как будто бы мой ракет отвернул и полетел. Я чувствую себя на этом взлете. Это... Ну это просто разъем, что за чувствую, если честно. Все это, конечно, происходит со мной ближе к 30 годам, я это чувствую. Например, я исполнил свою давнюю мечту, уехал из Москвы и теперь живу за городом. Представляете, это мой райончик, а этот видос был небольшим рум-турчиком по дому, где я живу. Я ничего не увидел, только гараж твой. Я прям в канале сделаю полноценный, там много интересных приколдейсеров. Столько энергии еще появилось. Я всегда был гиперактивным. Прям музыка, вы слышите, просто как будто концовка фильма какого-то, где герой из горящего здания выходит с дробовиков. Слушайте. Чувак он с самого детства, но сейчас, когда я перестал тусоваться, у меня столько энергии, хочется ее постоянно выплескивать, и я стал продуктивным, как никогда. Сейчас, слушайте, внимательно будет много клевой информации. Во-первых, в эту пятницу мы выходим с обновленным. А, я думал, в эту пятницу голову помоешь. А, ну, я думал... Нас не было полтора года, и нам есть, что вам показать и рассказать. Теперь мы будем выходить каждую пятницу. И первая гостья, моя хорошая подруга, Амина Тендерли-бум-бум-бум-бум-бум. Кстати, в этом... Я думал, на Силле его, ну, опять. ...зоне, помимо всяких популярных людей, каких-то актуальных персонажей интернета, телевидения и так далее, мы будем звать людей, которые никогда не появлялись на экранах. Но, поверьте, их истории такие... Я... ...сиску царапал. Как вам, конец? Что, какой сис... Марта? А? Как вам? Норм? Ты в Питер приедешь, ты охуешь вообще. Кстати, прямо сейчас переходите ко мне в телеграм-канал и подписывайтесь. Сегодня или завтра я выложу пул из ближайших участников, которых мы будем снимать в подкасте. Вы сможете задать им вопросы, мы выберем самые крутые, сможете подкинуть темы. А? В общем, переходите, давайте реально сделаем этот подкаст вместе лучше. Никто не перешел. У нас вообще в телеграм-канале очень клевая комьюнити. Вообще охуены. Три комментария под постами вообще. Там такие, блядь, чуваки. У Джарахова знаете какое комьюнити, блядь, в телеграм-канале, блядь? Да вы охуете. Там вот он пост пишет. Шесть человек в чате, ой, в комментариях такие. Эльдар, привет, ты дагестанец? Что это такое? Я вам серьезно говорю. Ну, я не про дагестанцев именно, а просто говорю, что какую-то чушь пишет вообще несуразную, которая вообще не относится к его посту, блядь. Вот это комьюнити, пиздец вообще. Крепчайшая, блядь, со своим юмором, короче. У них там внутриков вообще. Если вы хотите разбираться в лоре комьюнити Джарахова, вам нужно потратить около трех лет, короче, чтобы разобраться в их внутриках. Там у них столько шуток, короче. Поняли? Свои мемы там пиздец вообще комьюнити лютые, короче. Чисто вообще жестко, блядь. Он серьезно говорит, шесть комментариев под постами. Вы такой хоть раз видели? Комьюнити ебанить, блядь. У нас леченьки без сахара. У меня дохуя, у меня комьюнити. 5 апреля вместе с песней выйдет очки нематографичный клип. Наверное, самый дорогой клип за всю мою карьеру. Давай, все равно 200 тысяч просмотров. Очень самое другое. Еще прямо сейчас на телеканале СТС каждый вторник в 8 вечера СТС за всю историю телевидения. Шоу Большой Побег, в котором я принимаю постоянное участие. Типа как Форт Боярд, ты будешь дверь открывать или что? Сказать, что это самая масштабная и охуенная, в чем я когда-либо снимался. Да, я буду там стоять, дверь открывать, блядь. С другими карликами еще разъебываю. И также выходят на Ютубе те, которые уже есть. И сезон будет идти еще ну типа несколько месяцев. Также. Ребят, ставьте лайк по трансляции, если ждете. Если, нет, ставьте лайк по трансляции, если хотите попасть в комьюнити, огромнейшее комьюнити, Джирах. Присмотреться к телеканалу СТС. Ну все, простите, сейчас еще эту хуйню перезальют. Ребят, кто с Ютуба смотрит, я шучу. Да, блядь. Меня уже заебался, меня дрочит, короче, за всякую хуйню. Вы бы знали, чуваки, меня за все дрочить начали. Что бы я нахуй не говорил, блядь, меня за все дрочит. Я сегодня, пока завтракал, ой, пока мылся, блядь. Я посмотрел комментарии, короче, я посмотрел обзор Бэткомедина, помните? Это перезалили, зайдите в комменты, меня ебут за то, что я хвалю обзор, прикиньте. Мне пишут, отдау, даун, блядь, матерится, долбоеб, иди нахуй, блядь. Серьезно, зайдите в какой-нибудь там перезаливы, блядь, где Бэткомедина, смотрю, улыбаюсь, смеюсь над его роликом, и мне нравится на все сто процентов этот ролик. Зайдите в комменты, меня ебут, блядь, просто за то, что я пошутил не так, блядь. Но у меня юмор такой странный. Весной, летом выйдет новый сезон. Меня дрочит за всякую хуй, хуй, мне в чат лайк пишите, бездари, блядь, под трансляцию лайк надо ставить. Клик-клак шел. Конкурсы стали безумнее, декорации. А будет вот это, когда в бутылку, стаканчик, ой, карандашиком попадает, блядь, вообще конкурс такой. Масштабнее. Я серьезно говорю, меня дрочит, блядь, за что я, что я сделал, блядь. Красивее. Или красивее. Мне звонят из отдела ударений, сейчас я вернусь. Блин, прикиньте, я теперь звезда телеканала СТС, какая отвратительная погода, все, пойдем домой. Я очень хотел погулять в районе. Здесь можно осужденки, ты что, доунионок, блядь, нельзя, конечно. Но это вообще, что такое? Это что за октябрь? Улетоклон, это ледовая, это конца ноября, я-я-я. Это мой мем, Джарахов, не трогай, блядь. Это небольшая часть того, что в ближайшее время. У меня, блядь, доуняты и пишут мне лайк, блядь, в чат, ну, сука, бездна. Очень хорошее предчувствие, большие планы на этот год и гигантские планы на жизнь. Я вспомнил, просто человек начал работать больше, чем нужно, все. Ролик, музыка, Imagine Dragons на задний фон какой-нибудь, да? Я понял, я научился мечтать дальше, больше, блядь, ты просто работать начал, все нормально. Сам процесс. Пиздец, больше, все. Музыка. Каждому из вас, от всего сердца, почувствовать вот то, что чувствую я сейчас. Кто пиздец? Меня разъебывает, честно. Типа, так круто это все. Я вспомнил, что я забыл. Ну бросай и нюхай, что я тебе могу сказать. Что моя в Москве, 18-го в Санкт-Петербурге, мои большие сольные концерты. Большие, которые переносил, да-да-да, он переносил же их, помните, он меня дрочил. Ха-ха, у меня на концертах, да хуя, и тур, короче, у него обломался, он же тур должен был со сквозь бабом делать, короче, и тур обломался. Ха-ха-ха. Ха-ха, блять. Ну я говорю, там столько народу хотели прийти, короче, что просто нет такой площадки, которая с тех вместе. Ебать какое шоу, мы очень стараемся, заморачиваемся, и это будет незабываемо. Я вот, ну, рот ставлю. Если это будет не так, каждый после концерта меня в рот может. Я тут... Ну посмотрим, короче, может быть, нам перепадет, кстати, посмотрим запись его концерта. Слушал треки, которые выпускал в последние 11 лет и реально удивился от того, насколько много для меня лично споем все самое лучшее, что выходило за последние 10-11 лет. Это много. Даже макасин споем. Красный макасин. Это просто заебись, да. Мне очень хотелось этим поделиться. Я знаю, что есть люди, в которых это может только к нему придет на концерт Рао, и они вот так выебут. Ну, российское... Как это перевести? Авторское общество, да? Ой-ой-ой. А как Рао расшифровывается? Ну, короче, вы поняли. Органы, которые отвечают за авторское право, они приходят, короче, на каждый концерт. У меня на каждом они концерты сидят, и они слушают песни. Если у тебя на концерте не считают диджей-сеты, диджей-сеты можно, если ты своим ртом исполняешь чужую песню, то тебя выебут. У тебя будет штраф, короче, поняли, за авторское право. Хотя сейчас с санкциями, я думаю, похуй всем, наверное, кстати. Ну, короче, если бы у нее Рао на концерте сидел за красным макасином, где песня Пса его выебут, потому что я как раз понимаю, что я не один в этой проблеме, и хочется быть хорошим примером того, что такое происходит, прикиньте. Вот ты... Что? Какое происходит? Ты же ничего не сделал. Ты же ничего не сделал. Ты просто пить перестал. Не, уважуха, базар вообще, что пить перестал. Ну и что? По факту, ну ты бы год, вот понял, было бы интересно, ты бы этот год, короче, провел полностью продуктивно, и в конце года ты бы сказал, бля, вот это все происходит, так интересно. А так ты просто напиздишь сейчас? У тебя... Вот я просто по себе знаю, Эльдар. Я тоже любитель попиздеть про себя, это правда, короче. Я сижу, рассказываю, ой, я вот это сделаю, то сделаю, а потом что-то обламывается, короче, я хуй сосу. И еще в глазах тех, кому я это все рассказывал, я выгляжу пиздоболом, да, которым... Ой, так разъеб будет, ничего не происходит, я сижу, переживаю, мне еще и в комментах дрочат. А ты же обещал, а ты же обещал, поэтому, Эльдар, ну, по своему опыту, говорю, так не делай. Сегодня. Мечтайте? Мечтать не вредно. Вредно не мечтать. С вами был Эльдар. Я еще не начал. Ну, уже закончил, бля, все. Спасибо большое. Ну, Эльдар, не обижайся, я уж так, ну, в шутку дрочу тебе. Так, сейчас, подождите, донат перезапущу. Договор подписан.